Ни для кого не секрет, что вода – не только самое распространенное химическое вещество на нашей планете, но еще и универсальный растворитель для других минеральных веществ. Вода может как выводить их из человеческого организма, так и обеспечивать его солями и щелочами. Важно, чтобы их количество и соотношение соответствовали настоящим потребностям организма. Именно поэтому врачи и диетологи настоятельно советуют использовать для ежедневного питья и приготовления пищи воду с нейтральным минеральным составом, так называемую столовую или просто. Питьевую, которая не может навредить даже в большом количестве. Чего нельзя сказать о лечебных минеральных водах, концентрация ионов, в которых не просто высока, но еще и специфически скомпонована в зависимости от особенностей региона, в котором расположен. Источник воды. Энтепепеп. Такую минеральную воду нельзя пить часто и помногу, ее, как сильное лекарство, принимают курсами, ограниченными по времени и согласованными с врачом. Сортов лечебной минеральной воды несколько, как и сфер человеческого здоровья, на которые они воздействуют. В нашем регионе одной из самых востребованных стала минеральная вода Ессентуки-17. Эффективная при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и обмена веществ, она заслужила доверие и популярность. Но далеко не все при этом знают, как правильно пить Ессентуки-17 и даже. Что означает цифра в ее названии? А знать не помешает, хотя бы для того, чтобы не навредить себе и своим близким бессистемным употреблением этого достаточно мощного биологически активного средства. Ессентуки-17. Состав, свойства и показания к применению Ессентуки – это название местности, а точнее, самый крупный в России бальнеологический курорт, на территории которого расположены. Сразу несколько источников минеральной воды. Каждому из них присвоен собственный номер, позволяющий отличать их друг от друга и идентифицировать терапевтические свойства воды. Озвучено Яндекс Спичкит. В частности, вода Ессентуки-17 обывается из одноименного солево-щелочного источника, глубиной 1500 метров, и используется не только для питья, но и ингаляций, орошений и даже лечебных ванн. Такие процедуры проходят пациенты в санатории, но и разлетая по стеклянным бутылкам вода не теряет большой части своих свойств. К специфическим характеристикам минеральной воды Ессентуки-17 относят ее способность положительно влиять на состояние здоровья при гастрите с пониженной нормальной кислотностью. Калитах и антерокалитах, в том числе хронических. Панкреатите. Других заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Сахарном диабете. Ожирении и других патологиях обменных процессов, жирового и солевого обмена. По химическому составу Ессентуки-17 относятся к классу хлоридно-гидрокарбонатных, это натриевая борная вода высокой минерализации, 10,0-14,0 ГЭЛ. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Во время санаторного лечения ее употребление сочетают с физической активностью и физиотерапией, но в неострой фазы заболевания можно применять и бутилированную воду, упакованную непосредственно. После добычи она сохраняет свой состав, мышьяк, железо, бром, бор и некоторые элементы. Они придают воде солоноватый и слегка содовый привкус, а сероводород еще и специфический запах. Кроме того, в ней содержится углекислого газа натурального происхождения. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Но даже в том случае, если она придется вам по вкусу, 5 синтуки 17 сколько вздумается нельзя. В зависимости от заболевания и индивидуальных физиологических особенностей каждого пациента, суточная норма минеральной лечебной воды составляет от 50 до 200 мл, то есть меньше. Одного стакана. Причем имеет значение не только объем, но даже температура воды. Как не ошибиться в дозировке и других правилах приема, читайте дальше. Способы приема Ясинтуки 17. Способы приема Ясинтуки 17. Лечебная минеральная вода, Ясинтуки 17 не исключение, принимается в строго ограниченном количестве при определенной температуре. И даже не в любое время суток. Все эти параметры определяются лечащим врачом, самостоятельно назначать себе прием лечебной минеральной воды запрещено. Конечно, здоровые люди тоже могут позволить себе пить лечебную минеральную воду, но в весьма ограниченных количествах и не часто. Устойчивый терапевтический эффект проявляется только после курса приема, длящегося в течение 3-4 недель. Более подробную информацию сообщит вам гастроэнтеролог, а мы лишь приводим для ознакомления информацию о том, как пить Ясинтуки 17 при разных диагнозах, при гастрите с нормальной секреторной. Функции желудка Ясинтуки 17 пьют медленно, небольшими глотками трижды в день за 35-40 минут до приема пищи. Размер порции 50-200 мл, температура воды 28-35С. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. При гастрите с пониженной секреторной функцией желудка Ясинтуки 17 пьют медленно, небольшими глотками трижды в день за 15-30 минут до приема пищи. Размер порции 100-200 мл, температура воды минус 18-25С. При хроническом холецистите с гиперкинетической дискинезией Ясинтуки 17 пьют большими глотками трижды в день примерно за час до еды. Размер порции 100-150 мл, температура воды минус 40-45С. При панкреатите без склонности к частым обострениям Ясинтуки 17 пьют только в период ремиссии, 3 раза в день за 1-1,5 часа до приема пищи. Размер порции 100-200 мл, температура воды минус 40 градусов. При гипокинетических состояниях желчного пузыря Ясинтуки 17 пьют большими глотками три раза в день за 1-1,5 часа до приема пищи. Размер порции 150-200 мл, температура воды не выше 25 градусов. При желчнокаменной болезни Ясинтуки 17 пьют большими глотками трижды в день примерно за час до приема пищи. Размер порции 100-150 мл, температура воды около 45 градусов. При сахарном диабете или нарушении толерантности к глюкозе Ясинтуки 17 пьют три раза в день за 45-60 минут до еды. Размер порции 100-200 мл, температура воды 25-35С. При синдроме раздраженного кишечника со склонностью к запорам Ясинтуки 17 пьют мелкими глотками и быстро трижды в день за 1,5 часа до приема пищи. Размер порции 100-200 мл, температура воды не выше 18-20С. Озвучено Яндекс.ПичКит. Помните, что лечение минеральной водой разрешено только при отсутствии печеночных колик, осложнении инфекциями и других приступов, в периоды ремиссии заболевания и только тем пациентам, которым не требуется хирургическое вмешательство. В любом случае методика лечения питьевой минеральной водой всегда индивидуально и назначается врачом лично, как минимум медицинская консультация перед лечением обязательно. Но существуют и другие более мягкие и безобидные методики применения Ясинтуки 17. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Например, сделать ту минеральную воду составным компонентом натуральных косметических средств собственного изготовления. Самые популярные и проверенные опытом многих представительниц прекрасного пола рецепты таковы – увлажняющий тоник Ясинтуки 17. Возьмите полстакана минеральной воды и сок половины лимона. Тщательно перемешайте компоненты. Протирайте получившимся тоником лицо после умывания. Озвучено Яндекс.ПичКит. Состав не только увлажняет, но и дополнительно очищает, успокаивает воспаление, при регулярном использовании избавляет от черных точек и слегка осветляет кожу. Лосьон для тела – заменитель термальной воды Ясинтуки 17. Возьмите флакон из-под вашего любимого крема и наполните его минеральной водой. Встряхните и перелейте содержимое в бутылочку с крышкой-пульверизатором. Распыляйте на сухую кожу после душа, загара или других косметических процедур. Спрей для волос Ясинтуки 17. Налейте минеральную воду во флакон с пульверизатором и распыляйте на сухие или влажные волосы для облегчения расчесывания, защиты от ультрафиолета или увлажнения. Такой спрей помогает в укладке кудрявых непослушных волос. Косметика на основе натуральных ингредиентов без консервантов должна храниться в холодильнике, использоваться как можно быстрее. Тогда она не успеет испортиться и послужит вашей внешности только на пользу. И, разумеется, качество всех компонентов должно быть самым высоким. Что касается минеральной воды Ясинтуки 17, то при ее приобретении нужно очень внимательно отнестись к выбору и не покупать поддельный продукт. Определить его можно по нескольким характерным признакам, точнее, по отсутствию примет подлинной минеральной воды Ясинтуки 17. Рассмотрите бутылку на предмет таких особенностей. Подлинность минеральной воды места разлива, указанная на этикетке, может быть только одно – Ясинтукское месторождение в Ставропольском. Крае. Если указан другой адрес, перед вами не настоящая вода из Ясинтуков. Стеклянная бутылка может сохранить свойства лечебной минеральной воды, а пластмассовая – нет. Поэтому настоящую Ясинтуки 17 продают в стеклянной таре. Этикетка подлинной минеральной воды Ясинтуки 17 напечатана качественными чернилами и не оставляет на руках краски. Не покупайте воду, этикетка которой легко вытирается, если ее потереть пальцем. Но ирония судьбы заключается в том, что как раз подделка – бесполезна, но зато и безвредна. Зато настоящая лечебная минеральная вода при нарушении прописанного врачом режима приема может серьезно навредить вашему здоровью. Среди самых распространенных симптомов – диарея, расслабление кишечника, усиление секреции желчи, отеки. Кроме того, бесконтрольный прием лечебной воды высокой степени минерализации, как и Ясинтуки 17, способствует образованию камней в почках и усилению кислотности. Поэтому людям с повышенной кислотностью желудка она просто противопоказана. Зато всем остальным помогает обогатить организм необходимыми минералами, предотвращает застой желчи, снимает симптомы алкогольной интоксикации. Для этого просто держите дома пару бутылок настоящей минеральной воды. Перед употреблением из нее желательно выпустить газ, особенно при приеме в терапевтических целях. Прислушивайтесь к рекомендациям врачей и собственным ощущениям, будьте благоразумны и как следствие здоровы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.